Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня мы смастерим раскладной домик-книжку для маленьких куколок. Конечно же, изменив размеры, такой домик можно сделать и для куколок побольше. Нам потребуются ножницы, бумага для скраббукинга или цветная бумага, или любая другая красивая бумага, клей для бумаги, это может быть клей ПВА, может быть клей-карандаш. Я буду использовать и тот, и другой. Линейка, ручка, ткань, картон двух видов. Неплотный картон и тонкий гофрокартон. Я его буду использовать от старых упаковок. Из тонкого картона я смастерила шаблон. Домик у меня предполагается для куколок размера Лалалупси или для зверюшек-селиванчиков, поэтому он очень маленький. Для кукол побольше и размеры нужно будет изменить. Итак, размеры моего домика. В ширину 15 см, в высоту 14 см. Далее я определила центр своего прямоугольника, отложила от него 5 см вверх и соединила эту точку с вот этими точками. У меня получился вот такой домик. Используя этот шаблон, я вырежу 8 заготовок из неплотного гофрокартона. Чтобы домик получился не очень толстым, я выбрала не очень толстый гофрокартон. Можно, в принципе, вместо него использовать, например, картон от обувных упаковок, но тут нужен достаточно плотный картон. Теперь я обклею свои заготовки с одной стороны красивой бумагой. В моем домике получится 4 комнаты. Можно просто ставить обклеенными заготовки. Можно наклеить на них окна и двери по вашему вкусу. Можно, например, наклеить какие-нибудь картинки. Можно вырезки из журналов, в которых есть фотографии мебели. Все это можно наклеить на свои заготовки. С другой стороны заготовки остаются неукрашенными. Я складываю свои заготовки попарно и скрепляю их при помощи ткани. Точно так же я скрепляю и остальные свои заготовки. По две вместе. Теперь домик нужно склеить. Вот таким вот образом. Сначала эти две части. Потом к ним приклеим остальные. Чтобы детали хорошо приклеились друг к другу, я использую зажимчики. Можно использовать прищепки. Теперь я приклеиваю следующую деталь вот сюда. Итак, мой домик склеен в трех местах. Все я закрепила зажимчиками, чтобы оно хорошенечко проклеилось. И теперь вот здесь, чтобы задекорировать некрасивые стороны, я приклею две красивые детальки. Теперь домик почти готов. Его осталось хорошенечко просто сшить. И вот этот некрасивый стык украсить кусочком ткани. Чтобы книжечка в собранном виде получилась красивой. Но это будет после того, как мы хорошенечко домик просушим. Наш же домик почти готов. Он получился вот такой, как раскладная книжечка. В разложенном виде он выглядит вот так. Как домик из четырех комнат. Очень компактный в сложенном виде. Ему можно взять с собой в гости к подруге. Или, например, в поездку на дачу. Единственное, что я хочу сделать, это приклеить небольшой кусочек ткани к корешку. Чтобы укрепить его и сделать более аккуратным. Ну вот и все. Домик готов. Всем приятного творчества. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok